В эфире ежедневная программа «Спорт-обзор» в студии Кристины Лата. Здравствуйте! Итоги сезона подвели в хоккейном клубе «Сибирь». В чем причины столь неудачного выступления? Почему не сумели подписать еще одного легионера? И кто из игроков останется на будущий сезон? На эти и многие другие вопросы журналистов ответили главный тренер и генеральный директор клуба. Самые интересные моменты пресс-конференции в нашем сюжете. Оценка за сезон? Неуд. В этом сходятся все и Кирилл Фастовский, и Николай Зварухин. Сибирь после успешного, но недосказанного прошлого сезона вновь скатилась на девятое место и осталась без плей-офф. Причин в этом видят несколько, но главное – пандемия. А точнее время, когда коронавирусом заболела большая часть состава. И как на некоторых игроках сказались последствия болезни. Кто-то вообще не заметил, что он болел. Но, к сожалению, основные все наши исполнители, они заметили. А двое защитников основного состава вообще больше месяца пролежали в больнице. В клубе признают, в какой-то момент не хватило и эмоций. Если раньше ими подпитывали трибуны, то в этом сезоне заполнять стадион на полную было невозможно. Из-за ограничений. А в раздевалке в нужный момент не нашлось лидера. Того, кто бы смог заменить в коллективе Пелталу или Логинова. Саня Логинов был, безусловно, капитанище, пример. Ну, наверное, не снимаю с себя ответственности. То, что когда мне доверили эту ношу, наверное, не так как-то, наверное, я настраивал. Ну, делали все возможное, даже больше я скажу, что делали. Но, к сожалению, наверное, не удалось настроить. Не смогли заменить и травмированного Эрика Оделла на место канадца. Сначала пригласили Пеку Йормаку, но спустя короткое время расторгли контракт. Подписать другого легионера до дедлайна не вышло. Были два варианта и оба сорвались. А запасного плана на этот случай просто не оказалось. Кстати, дальнейшая судьба самого Оделла в Сибири пока под вопросом. Хотя у форварда есть контракт и на будущий сезон. Такая же ситуация и с финским защитником Юрки Йокипакой. Назвать конкретные имена, кто останется, а кто покинет команду в клубе пока отказались. Но сказали, кого хотели бы точно сохранить в составе. Олега Ли, Ефима Гуркина и вратаря Харри Сятри. По словам Фастовского, состав Сибири на будущий сезон изменится существенно. Курс на омоложение. Останется ли в клубе сам генеральный директор и главный тренер решит уже попечительский совет клуба. Он по традиции соберется в середине апреля. Два кубка и почти 40 медалей сборная Новосибирской области успешно выступила на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа в Красноярске. Подробнее о выступлении команды и планах спортсменов в сюжете Александра Шерудила. Всего несколько дней назад эти парни сражались в ринге за победу, а сегодня в родном зале наслаждаются заслуженным отдыхом. Еще неделю никаких тренировок. После турнира нужно восстановиться. Новосибирскую область на чемпионате и первенстве округа представляла рекордная делегация и почти все в ней привезли домой награды. Команда в этом году была очень большая, около 50 спортсменов. Результат очень хороший, даже по тому количеству, которое вывезли мы ребятами с СФО. Примерно, наверное, процентов 90, можно сказать, 85-90 это медали. При этом новичков турниров такого уровня в сборной Новосибирской области было не больше 10. И даже им удалось внести вклад в успешное выступление команды. Так Арсений Чеплеев свой дебютный турнир завершил с золотой медалью, одолев трех соперников. А самым сложным испытанием для него стала борьба с собственными нервами. Еще один дебютант только уже взрослых соревнований Савелий Дорогавцев, выиграв все, что можно на юниорском уровне, в этом сезоне спортсмен сделал шаг наверх. Причем минувший турнир стал для него первым в новом статусе и без дополнительной защитной экипировки. В 16-17 надо было уметь дышать в жилете, а тут жилет снимаешь и как-то дыхание резко сбивается, и то есть надо уже по-другому привыкать к этому. То есть проблема вот с этим была, с дыханием. А то, что три минуты? А три минуты? Первый бой был очень сложно, да, то есть он длился как будто целая вечность, а второй уже более-менее втянулся в это и быстренько пролетел. Новосибирцы что в чемпионате, что на первенстве заняли второе общекомандное место, уступив лишь Кемеровской области, делегация которой насчитывала около 70 тайб актеров. Сибирский федеральный округ, ну, так-то тяжело пройти тоже, потому что там Кузбасс тоже неплохой, Иркутск, вот. Но наша команда справилась, вторая общекоманда место, то есть у нас большая команда собралась. То есть по сравнению с тем, что, например, было год-два назад, нас было человек, ну, 5-10, а в этот раз у нас команда из 30 вроде человек. Для опытных спортсменов минувший турнир скорее тренировка в боевом режиме перед поездкой на всероссийские соревнования. Они намечены на вторую половину весны. Чемпионат примет Кемерово, а первенство страны состоится в Подмосковье. На этом выпуск завершен. В студии для вас работала Кристина Лата. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok